Да, что-то как-то жёстко стало. Жёстко потому, что за 34 года мы ни к чему хорошему не пришли. Зачем нужна была гласная? Зачем перестройка? Зачем идиотский развал СССР? Зачем это нужно? Зачем? И ради чего? Ради того, чтобы мужики либо спивались, либо работали до усрачки и в 50 лет на кладбище. Зачем мы питаемся за последние года? Вот это и есть рак. Мы воткнулись в долбанную ипотеку, а раньше просто получали квартиры. Нормально? Мы ранее работали 5 дней до 5 часов вечера и жили проще. А теперь инвалиды, как и пенсионеры, имея мизерность позиции квартплаты заработок, сидят дома, да ещё и прирабатывать пытаются. Вы где видели пенсионеров на улице? Где они, а? Я не буду говорить про просродовую медицину, про высшее и небесплатное образование. Да, мы вернули армию, но как с народом быть? И поэтому люди голосуют за КПСС, точнее КПРФ. Зачем воровать то, что принадлежит народу? Народ не хочет этого. Мы хотим нормально жить, а вы сливаете бабки нашим заклятым врагам. Вам что, сложно повторить Китай, а? Жалко, что Андропов не прожил долго. Очень жалко. И вот к чему всё и пришло. Люди берут. Вчера в трамваях очень с удовольствием брал. Вот показал. Говорю, посмотрите, я бы в таком совхозе хотел жить. Где и зарплата достойная, и все условия есть. Говорю, посмотрите. И в трамвае вот так развернул газету, показал. И в трамвае все встали и подошли, стали разбирать. Значит, первую сторону. То есть я бы хотел быть в таком же совхозе? В таком же совхозе. Я жил в своё время в Челябинской области, был направлен в орден Ленина Уйский совхоз, посёлок Мирный. Значит, совхоз был тоже шикарный, хороший. Газоснабжение, теплоснабжение, квартиры благоустроенные городского типа, горячая и холодная вода. И не хотелось визобор скачать. Дали, дали бесплатно и рабочее место предоставили по направлению, дали жильё, дали квартиру. Раньше была уверенность у людей в завтрашнем дне, сейчас её нет. Люди, закончив вузы, не могут найти работу, остаются без работы. Кругом коррупция, безработица, беспредел. Такое государство не нужно, не нужно оно. Все уже устали от такой стабильности, которую на протяжении 18 лет ведёт наш президент Владимир Владимирович Путин. Люди не хотят, хотят перемен, и перемен в лучшую сторону. У нас одна из богатых природными ресурсами страна, а люди нищенствуют, влачат жалкое существование. Нищенские пенсии, недостойные зарплаты. Люди живут от зарплаты до зарплаты, еле сводят копеечки с копейками. Нельзя это позор для нашего государства, для нашей страны, которая в своё время выиграла две войны, победила, и так плохо живём. Это стыдно, не к лицу. Я не буду говорить о качестве выборов. Но реально достали ваши ролики. Я был на Кубе, там нет рекламных роликов вообще. Там на ТВ люди работают для человеков и смотрятся круто. Хотя при желании есть и DVD для всех. Да пенсия чуть меньше нашей, да товары у нас стоят в 2-3 раза дороже, чем там. Да за квартплату там никто не слюняет большую часть, успешно разворованную нашей бюрократией. Мы реально понимаем, кто будет далее. Но далее необходимо слушать тех, кто в меньшинстве. Иначе зачем нам такая демократия? А то, что делает КПРФ в Магнитогорске, вот вам правила, объяснение сути выборов, что на выборы надо идти. Выходы из кризиса мы ничуть не видим. Ну, улучшения все-таки есть, я думаю, в России поднимется. Когда-нибудь, да? Да. Америка очень быстро выскочила. Заплатили деньги всем, все стало нормально. Меньше, чем за год она выскочила. Мы за 10 лет немного вывезли, все нормально, но пока не будет. Все будет у нас хорошо. Я верю в это. По трем пикетам 6 тысяч экземпляров за два часа. Будем говорить, что в принципе мы работаем правильно. Ну, мы работаем, во-первых, ни назойливо, ни навязчиво. Мы никому ничего не суем. Кто проходит, желает, берет, знакомится. Пожалуйста, мы информируем население, чтобы оно осознанно делало выбор. Так вот, кто еще круче? Президент действующий, выбранный типа народом. И КПРФ, а точнее Гридинин. Вот, собственно, и две части власти. Другого-то и нету. Только каналы разные. У первого весь телевизионный пакет, у второго то, что думает народ. Просто вернувшись на 100 лет назад. Вот тогда газеты стоили больше, чем ТВ. Ну, тогда ТВ-то, по сути-то, и не было. Тогда было участие. Тогда родился социализм. Тогда и после мы строили коммунизм. И зачем нам нужно было воспитывать дерьмократов, я не понимаю. Дерьмократы развалили государство. Дерьмократы стали олигархами, которых потом двинули. А сейчас-то что? Это совсем не социализм. Да и не социальный капитализм. Это брездец какой-то. Да, армия хороша. Но если бы не было ядерного оружия, нам было бы как-то слабовато откочережить тех говнюков с запада. Но про жителей вы все и так поняли. Мы, будучи лидером по продолжительности жизни 40 лет назад, все ухеркали. Обидно? Да. Разве вы получили все нефть социальный? Вот сейчас наши дети. Так они идут вот... Все от рождения русскому человеку, от рождения все принадлежит. И нефть, и газ, и золото, и алмазы. Каждому гражданину, а не кому-то одному, который по блату купил лицензию на газ, на золото. Образование бесплатное. Все было... Садик был 12 рублей, при зарплате в 120 рублей. Образование вот бесплатное, садик бесплатный. Квартира у нас трехкомнатная, бесплатно дана. И у нас сейчас дочь живет там. Ну это как? А разве вот сейчас можно молодым квартиры иметь? Нет. Это все платно. И вот люди этого не понимают. Вернуть необходимость жизни здесь. Вот это главное. Не понимаете? Фраза предыдущая в эфире Ютьюба. Делается все быстро и без проблем для армии. Безо всяких проблем. Ничего у нас не случится. Несколько тысяч новых компонентов сдерживания. И ни один дебил к нам не сонется. Мы все-таки самая крупная ядерная держава. Совершенно не маленькой территории. Мы можем работать, но лучше делать это для себя, понимая главное. Мы не собираемся быть круче всех. Да это и не надо. Нам нужно правильное будущее, в которое верят все. И дети, и взрослые, и старики. Мы хотим жить с надеждой. С верой в светлое. С устремлением жить. А для этого президент в большей степени должен заботиться о своем народе. Давая ему такую возможность. А не говнякая сущность. Бараньими тупорылыми законами дебильной думы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова